Сейчас почитаем стихи Ларисы Устинова, которую многие знают как Патрикс. Встречайте! Я помню, как я пришла на форум, почему-то хорошо это помню, и очень благодарна Нике и всем жителям, сафармичанам, которые меня многому научили, вдохновляли, и в общем-то, не знаю, что-то получается. На форуме много игр, и наиболее такие у нас популярные таблиц, фото стиха и картина масла. Поэтому я многие стихи из этих игр, скажем так, форумов, я сейчас буду читать. Первое. Монолог дайвера. Сочинение написано. Сочинение написано на Блиц, по-моему, вдохновила меня Маша Махова, которая, надеюсь, все-таки это показывает, она это смотрит. Маша, спасибо тебе. Вдохновила такая строчка «Вся жизнь из пауз уже не в радость любое лето». Сегодня лето, по бабье плачет, стучится в осень, Жара-жар птицей летит в покой моей больницы, Как лист кленовый засохло время на цифре восемь, И по соседству водички просят все те же лица. Сценарий осень сгорел на кухне, как самокрутка, Курила ночно, не ожидая, что будет денно. А в чьи-то песни спешили к солнцу Седые утки, и снова доктор, все тот же доктор, Готовит вены. На белом-белом рисую окна, А красным двери, в холодном блеске, Зеркальной главе, Любую стрижкой. О, нет же, хватит! Ну, что за ересь, вы мне не верьте, Живу на даче, Любую с репкой, читаю книжки. В Алисиной стране. Родносторонний полдень, Мятный понедельник взамен субботы, Двадцать первое, июнь, Рассыпал соль на рванный лист небесный мельник, Не рассмотреть на белом свет священных рук. Ползут, цепляются за прошлое побеги, Голодные, как змея, несорванной травы, И руки солнца согревают обереги Чудесных жителей Алисиной страны. И в той стороне, за безграничным турникетом, Вам эхо путь расскажет в горы. Только там, где созревают земляничные ответы, Зевает тайный кроличья нора. Вы к нам? Считаю, так как это сложилось, тут визитки свои читали, вот Саша, например, Моя визитка, это я так считаю, это стихотворение «Мельница», Которое написано было на БЛИЦ. На профессии, что ли? А, да, ну, это моя специальность, технологии, в том числе и технологии мукомольного производства. Поэтому я иногда комментирую, я говорю, что тут все слова не случайны, И ни одного лишнего слова нет, и всё оно на самом деле так и есть. Более того, я дала почитать свои стихи своей подруге, которая моя бывшая однокурсница, одногруппница, И она говорит, ты знаешь, мне так понравилась «Мельница» Лариса. Ой, «Мельница». Снова скрипят зубы, трудно жевать зерна, Этот помол грубый, вновь я резцы стерла, Теткой во мне голод, стали во мне нервы, Трики во мне грохот, трудно молоть первой. Где ж для меня реки, чтоб утолить жажду, Мастера где встретить, чтоб не ломал каждый знак на щеке имя. Мощность во мне в ватах лег на бока имя. Это за труд плата, там, где живу мрачно, Мне не видать небо, запах зерна злачный. К завтраку ждут хлеба, день улетит к ночи, Я бы поспать рада, но я спешу очень, Зерна жевать надо. Стихотворение написано под впечатлением стиха Игоря Царёва, Называется «Кошка на венецианской крыше». Я вышла погулять, люблю ночные крыши, Любуюсь на салют чужого карнавала, От разноцветных брызг и звёзды стали ближе, Купаются в воде уснувшего канала, Ерушат ветерок, серебряную шёрстку, И каждый волосок пропитан лунной краской, Такая вот судьба, венецианской кошке, Кругом одна вода, и маски, маски, маски. А где-то вдалеке поёт ночная флейта, И полосатый кот спешит ко мне по трапу. Ах, как же хорошо на тёплой крыше летом Опять мне не уснуть в тягириных мягких лапах. А ты сидишь, пускаешь кольца дыма, И шутишь так, как только ты умеешь, Чтоб голос твой и запах не забыло, И не забыло родинки на шее. Так было год назад, и будет завтра, Небесный режиссёр всё снял на плёнку. Сто лет готовлю мексиканский завтрак, Сто лет ты просишь белую соломку. Вернулось одиночество, Как только закрыли двери в небо проводницы, Из крана льётся горькая настойка, И не уснуть ночами, не влюбиться. Это называется письмо номер 917, На самом деле оно написано на картину маслом, Ну, и даже без картины оно получилось таким самодостаточным. Тоже игра. Тоже игра, да. Да, картина маслом, да. Не закрывай своё окно, Я разобью, ворвусь метелью, И незнакома снежной тенью Пройдусь по льдинкам и осколкам К твоей расправленной постели, Разглажу всё, что вечер скомкал. Спою тебе, спою негромко, Не закрывай своё окно, Не закрывай своё окно, Смотри, меняется картина, Напился дождь ультрамарина, Забыл про сплин, Танцует польку, Его луна уговорила, Попав в коктейль лимонной долькой, И все кричат нам, Горько, горько, Не закрывай своё окно, Не закрывай своё окно, Оставь пшено голодной птицы, Она три дня к тебе стучится, Узнав, что ты рассыпал бисер На разлинованных страницах, И 917 писем Перелетят к твоей ловисе. Не закрывай своё окно. Тоже стихотворение написано на фото стиха, Была фотография, её хорошо помню. Называется «Что остаётся от птиц, Улетающих в завтра?» Что остаётся от птиц, Улетающих в завтра? Белые перья, И восемь врывается в юга. Мы не увидим маршрут перелётов на карте, И не получим письмо повзрослевшего друга. Новая жизнь не вмещается в несколько строчек, Лупнули буквы, Забрызгали старое красным, Боги пернатых клянут неразборчивый почерк, И разбавляют дождями осенние краски. Ангелы в небе скучают И ждут почтальона, Перелетая за птицами юности следом. Слышишь, как шепчутся с ветром усталые клёны? Мы остаёмся. Не всех приглашают на небо. Ещё одно письмо. Остались тайны между строк, А в них тепло твоих желаний. Ток переменной пальцы жарит, Искрит исписанный листок, В руке дрожащий. Старый страх, Луни ущербно и непонятен, Не видно пятен в свете мятам. И слов на пепелевых листах. Как воздух нужные слова Впитали тонкие страницы. И мне на чай встреча снится, Но просыпаюсь я одна. Не согревает ночью чай С жасминным запахом разлуки. Прощать нелёгкая наука. Но я попробую. Прощай. Ну, может быть, Сюрелистическая. Головная боль. Я называю его сюрелистическим, Потому что, ну, как в живописи, Есть классика, есть импрессионизм. Так вот здесь я Позиционирую и воспринимаю это Как сюрелистическое. То ли тоска сжимает, То ли включили тоску, Что-то опять вскипает В дальних районах мозга. Тихо шипит и злится В мысль проникая болью. Рушит мои границы, Силы для силы воли. Жиженное пространство Плещется в яркой кружке. Сплюнутое лекарство Лечит, как люш, подушки. И не утонет мятный Листик в холодном чае. Все потому, что память Где-то забыла чайник. Если кто помнит, С форумчан это было написано Тоже на фотографию. У мою, кстати. Да, там был большой чайник На фотографии. Все, да? Нет? Еще можно? Да. Ну, тогда вот такое. А, что я хочу сказать? На стихире у меня есть два стиха, На которые, я не знаю, Через Яндекс Все время приходят, Вот каждый день. Особенно вот перед Новым годом, Там, я не знаю, Очень большое количество было посетителей. Не знаю почему. Называется Про бабку-ежку. Среди болот, Где дремлют ели, Где непростеганы дорожки, Где даже лужи постарели, Живу одна в своей старушке. Оставил кот в углу улыбку, Старик Иглу в скорлупке хрупкой, Сквозняк Раскачивает зыбку, Покрылся пылью Пестик в ступке. Обычный быт провинциалки, Где все разложено по полкам, На окнах фикусы-фиалки, На стенке ножик и двустволка. Когда меня, лесной старушки, Ночами мучают кошмары, Пишу роман Про бабку-ежку, Точнее, просто мемуары. Спасибо. Сейчас будет петь Мария Кочеткова. Добрый вечер. Есть одна беда, я не пишу стиху. На форум я попала случайно, По наводке Маши Маховой. И, кстати, тогда тоже сломала ногу. Надо быстро зажигать. Нога. Одну песню Маши Маховой, Если можно, я спою. Чуть попозже. К чему это я? А, визитная карточка. Вот здесь в зале Собралось большое количество людей, Которых я знаю. Некоторых я вижу в первый раз. А вот там за звукооператорским пультом Прячется человек, Который, я знаю, дольше всего. Это про случайность Течения обстоятельств. Стыдет между небом и рекой, Время не случайно не воспет. Тронешь и ломается легко С льдистым хрустом лето. Не зови, забудь, не приглашай. Наши души в разных средах дышат. Мы раньше слов своих не слышали, И теперь нам нечего решать. И решаться поздно и грешить. Слово поздно, грубое и колкое, Хоть снегурочкой в огне пляши, Благо, что недолго. В облакам растает влажный дым, Унося несбывшиеся бывшие. Время горкой льда в реке застывшее Отделяется небо от воды, Курка льда от неба до воды. Время горка льда в реке, Курка льда в кризисе, Благо, что недолго. Там какие-то проблемы с ритмом, мне несколько раз объясняли, я забыла. Да и не поняла некоторые слова вообще. Там такие хорошие, красивые слова, но они филологические. Петь, петь, верить, знать, каждому служит его казна. Каждый в ней самый охранник и вор. Каждый себе выбирает костер. Кто-то согреться, а кто-то согреть. В зимнем лесу, в театральной игре. Там, где поверили книгам и снам, где есть весна. Слышишь, эй, где-то сейчас так далеко я не буду кричать. Нет, я уже не зову, не спешу, да. Я теперь не умею жить. Солнце из лужицы слепит глаза. Тает, качается синь береза. Знаешь, в апреле не ждут декабря. Может, может, и зря. А следующий стих случайный, потому что он был написан как раз как стих изначально, а потом плавно оброс, видимо, в мелодии, которая уже где-то одновременно с ним была. Это монолог ангела. Ангел в смысле просто вестник. Такая светлая божественная сущность. Просто вестник. Я не добро, я не зло, мне просто так не повезло. Я вестник. Я вестник, я певец, певец крылатый. Я не падал, не сгорал, я просто по небу летал. Зачем же на меня вздевают латы? Я не добро, я не зло, я молчаливое зеро. Я идеальный ноль, ни плюс, ни минус. Мне не нужны ни власть, ни страсть. Мне не возвыситься, ни пасть. Не изменить привычную картину. Я не плачу, не молю и никого я не люблю. Я равнодушен просто так по сути. И кто ты в племени людей? Патриции, жрец или флебей? Я весть принес, бери. А Бог рассудит. И кто ты в племени людей? Патриции, жрец или флебей? Я весть принес, бери. Теперь я реже вижу сны, И сны меня не замечают. Вчера приснилось то ли сныть, То ли полынь добавив к чаю Свой горький вкус. И мы с друзьями этот чай Из старых жёлтых кружек пили. И вспоминали хохоча какой-то день, Но ощущения были. Беспечный разговор на нет сводил. Потом ты будто неизначай Сказал, что обманул хорона. И тот, забыв, кого встречал, Уплыл один, ругая сонно Плохую память Вёсла и волнует. Но всё-таки монетку не вернует. Но всё-таки монетку не вернует. Песня Маши Маховой Маша, может быть, нас слушает, Может быть, не слушает. Пою я её неправильно, Потому что выучила давно. И не со слов Маши. А мы с ней просто из-за нового города. Я, наверное, убита На дуэли у реки. Я, наверное, забыта Как в автобусе тетрадь. Я, наверное, корыта Что разбили старики. Я, наверное, так сшита Что тебе не поиграть. Убеги ко мне, хороший От печали и тоски. Убеги ко мне на площадь, Где роняют пятаки. Где иду я по канату У прохожих на вету. Где тебе я, куклой ватной, Прямо в руки упаду. Я иду по облакам. Я иду по облакам. Я иду по облакам. Убеги ко мне в разлуке, Что-то дева извелась. А я боюсь в чужие руки Прямо с облака упасть. Я боюсь, что я забуду, Отчего я так легко. Приходи ко мне, покуда. Я иду по облакам. Я иду по облакам. Я иду по облакам Я иду по облакам Совсем случайные песни, я от нее такого не ожидала Певчая птичка, веговеточка тонкая Огуты чистые, карие донышки К небу летящая песенка звонкая О, зим случайная, свет мой голубой Искорка яркая, имя заветное Нежная Наденька, верушка, любушка Кой-либо с нитей до часа рассветного В слезах соленых до горюшка горького Полную чашу готовит нам Боженка Истину прячу за данную горкою Мелая спит, будет долго и дороже Сухого вина в гранятый стакан Нелетно, неправильно, так по привычке Плесник ловил, не дрогнет рука Вино то ли ключик, а то ли отмычка От дверцы простой, пусти на постой Согрей, напои, согрей, обними Напои крепким чаем Себя успокой, меня успокой Мол, редко кого привычай Сухое вино не надо винить И эти два слова друг друга не любят А помнишь, внизу горели огни И их зажигали, наверное, люди На зов синевы взлетает икар К безмоловному солнцу ближайшего юга И солнце рукой снимает на горы Петелы становятся в юг Завьюжит оранжевым в старом дворе Календулу яркой лечебной поросли А нам от течения жизненных лет Бессмысленно прятаться в темной норы Убежала Ничего страшного Там какое-то простое было слово Но очень такое, быстрое видимо Тогда я закончу песню, которая В качестве стиха не читается вообще Песня накануне завтрашнего праздника Она о суровой женской и о суровой мужской доле Очень короткая Но не сверх короткая Бывает вообще из одной строчки В правой руке груз В левой руке груз Я сегодня фемида Знаю, что разберусь Не помогай, разберусь Колебали это для виду Справа что-то легло весом на полкило Это зло или слева добра стало меньше Вправо меня видно не повезло Вправо меня повело, видно нет бы влево Как у умных талантливых женщин В правой руке груз, в левой руке груз Вот стою и качаюсь Может быть разберусь, может не разберусь А может просто сломаюсь Что же за перевес? Может он в голове стал ясно О нем не должно быть речи Ну-ка мне расскажите Зачем положил в правую сумку Лишний полкило гречки Маша, спасибо Я ответственно заявляю, что это все по стихе Это не значит, что это песни Да, ну просто Маша нас редко балует Она выиграет, иногда играет В частности, венок сонетов регулярно пишет Человек, который не может писать стихи Не знает филологических слов Но согласитесь, сонеты это не так просто Для меня, например, это вообще ужас Потому что форма жесткая, невозможно Но счастливый тебе Потому что это тот самый исполнитель Который на поезд Так, и сейчас я приглашаю к микрофону Некатерину Михайлову Которые многие знают, как Ракель Напрочность и Хири А хорумчане знают, как Карелия Добрый вечер Я думаю, что начну с визитки, не визитки А с такого специального текста Придуманного, чтобы не думать о том, с чего начинать Да, разница в росте Некоторые Имеют место быть Просыпаясь, уже понимаешь, что началось Кто-то выкрутил все настройки Другой контраст И другая яркость И собственный цвет волос Не узнать теперь Не говоря уж о цвете глаз Кто-то, видимо, там Изучает тебя на срез Проверяет на слом Испытывает на вкус Просыпаясь, ты видишь Оглядываясь окрест Что проснулся в родной и знакомый Терновый куст По сиреневым молниям Прячущимся в руках Между рамоконных Цветению трав степных Просыпаясь, ты видишь Что все это был вулкан И теперь даже пол Обжигает тебе ступни И теперь хоть спляши Хоть сломайся Хоть бей чело Притяжения нет Изогнулась земная ось И не страшно теперь уже, Господи Ничего Кроме этого вот Ну, которое началось Тысяча и одна ночь Говорит себе Ничего тебе это стоит Персонажи какие вокруг Характеры, стать, фактура Вон сюжетов в воздухе сколько Какие истории Просто тупо садись И делай литературу Говорит себе Не ленись, если вяжешь шлыка Раз у лодки твоей Пока незаметно Крена Только вечером Ужин и чай Кальян и его улыбка Не свечи, поскольку Проводка перегорела Только ждет тебя тот Кто как книгу тебя листает Кто и сам рассказчик С огромным стажем Кто в тебя поверил Со всеми твоими тайными Кто и сам тебя И придумает И расскажет И идет Нет, уже бежит домой Поминутно Оглядываясь от страха Зажмуриваясь от света Слушай Тебя никто не убьет на утро Ты теперь вообще Бессмертна Запах смолы Шепот ветра В густой траве Место пока еще Не закатанное В асфальт Знаешь На самом деле Я человек Извини Что забыла Тебя сказать Ходишь потеряно Путаешь Вверх и вниз Черт бы с ним Может быть Это последний Живой росток Может Последний Нежный Зеленый Лист Между Листов Железных Пробиться Смог Пусть от меня Все это Оставит Треть Лыжая Челка Закатанные Рукава Плакать Смеяться Так На тебя Смотреть Прав Живых Мы знаем Свои права Это было много Много Про зиму У разных Персонажей А я Почитаю Про лето С вашего Позволения Как-то Очень хочется Его Дернуть К морю Затеряться В каких-нибудь Сонных Рощах Вдумчиво Выбирать На рынке Вишни И виноград Это легко И просто Намного Проще Чем Кажется Нам В метро Каждый День С утра Легкие Платья Сандалии И браслеты Отменить И тяжелый Взгляд И чеканный Шаг Просто Уехать Немного Поближе К лету Встретить Его На перроне Обняться И не дышать Мы так Зависимы Друг от друга И метео Между нами Такие волны Такие сны Птицы Такие Такой Океанский Ветер Даже если Совсем Никуда Не уедем Все это Будет Рядом Пока Есть Мы Если что Мой хороший Это нас не убьет И тем более Ничего не случится С миром Если что В аптечке найдутся Бинты И йод Мы в Москве Не в лучших традициях Драм Шексфира Не сдадимся Унынию Это не лучший Грех И безумие Нас таких Не возьмет Без боя Мы же легкие Люди Мы не из тех Ней Только лучше Кто Столько Шрамов У этой Девочки Из хорошей Семьи Каждое Утро Солнце Рождается Заново И целуют Ее запястья Тонкие Как тростник Правда Она бы Все Ему Рассказала Но ничего Не помнит До встречи С ним Мы с тобой Инородная Ты пепел Я ил Со дна Да Я глубоководна Да Кровь Моя Холодна Здесь Не слышим Ни вздох Ни выкрик Только Движение Тел Эти глаза Привыкли К Мыслим На темноте Не становись Возле меня Знать тебе Не след Что для меня Воздух Что для меня Свет Я говорю До завтра И уплываю Спать А что у меня На завтрак Лучше тебе Не знать Что говоришь Про храбрость И какую-то Власть В жизни Бо не жила Здесь Если бы не родилась Послушай О чем толкую Тебе-то Зачем Ко дну Зачем тебе На такую Дикую Глубину Это мир Который вчера был пуст А сегодня Обрел фактуру И цвет И вкус Мир Где каждый из нас Двоих Все равно умрет Мир В котором Ты лист на ветру И тот набирает силу Но пока ты не видишь Он видит на шаг вперед Это переносимо Только вчера Мечтала О парусах А теперь Мечтаешь о том Чтобы здесь Остаться В этом горячечном В этом нездешнем В этом нездешнем танце В оглушительной Этой музыке В крупной дрожи Кто вам сказал Любовь исключает страх Это бывает одно и то же Так и идешь Шаг в шаг В шаг в шаг В тишину дробя Так ведет он тебя Так ведет от него тебя Вот ты и плавишься Под красивой его рукой Делающий поворот Так легко и дерзко Это мир Который запомнит Себя Такой Падающей Поддержки Как-то я понимаю Что Девайс мне скорее мешает Чем помогает Но Ну ладно У моей подруги Нет Вы ее не знаете Но у той Красота Редким образом Сочетается с добротой И с мечтой О таком же ласканом Верном мужа Чтобы его встречать С работой Готовить ужин Чтобы детки И дом Чтобы радость Мир и покой Только каждый ее мужчина Оказывается монстром Даже если выглядит Папой имски То злым духом Распределенным На этот остров То головорезом Пиратом Марии Карибских Вот он вроде бы Добр Надежен И принц Не кто-то там Даже рыбу Не станет резать С простым ножом Через пару недель Обнаруживается комната В темной части замка С останками бывших жен Или простой Крепко сбитый Статный Кулак из жести Не чирается Крепких словец Не слабак Но и не невежа Только вот по утрам Откуда-то Плочья шерсти В коридоре И на пороге Следы медвежья Или скажем Красиво ухаживает Далит розы Танцует вальс Кормит ужином При свечах Заводит под булдахин Шепчет нежно И вкратчиво Я без ума От вас И улыбка Красиво во рта Обнажает его Оклыки А с одним Оказалась Совсем беда Нет, ну в кое-то веки Все было так Только он исчез Растворился в воздухе Без следа Навсегда Очевидно Серьезный маг Что тут говорить Я теряла покоя сон Била со стену лбом Сходила с ума От зависти Как ты не понимаешь В этом-то вся и соль В этом видишь ли Весь замысел Ну, оборотень И что Ночью воду не пить с лица С некромантом Зато не страшно Бродить над бездной Сердце я тебе показал бы Как разделывают сердца Но, боже мой Неужели неинтересно Я бы тоже вот так жила Ежедневно меняя лица Или шлялась по морю Бросив родне Привет Только мои чудовища Все оказываются Принцами Милыми, добрыми Без особых примет АПЛОДИСМЕНТЫ Что там со мной? Все хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это непонятно Он какой-нибудь это Радостной ноте Ими минор Нет, герой Продолжений не будет Нет, мы не в ссоре Да, пожалуй Наш мир одинок И убог И сир Да, с тех пор Как роман окончен Мы оба стонем Все на свете Бледнее и хуже Чем эта история Но Я не стану писать продолжения Не проси Да, у всех на устах Твое зло и двусложное имя Да, твоим монологом Она будет этому рада Я писатель Но даже у лжи Моей есть предел Да, я знаю Ведь и во мне Ничего не стихло Мой любимый герой Мод Рикстер Мой славный шут Только пусть Я лучше умру Одиноким психом И не дам нам Скатиться в пошлость В убогий сиквел Даже если больше Ни слова Я не пишу Снова Андрей Бергут Александр Медвецкий Продолжение следует... Ну что? Ударим блюзом по бездорожью и без бездействия. По нашим музам. Я знаю, что трансляцию смотрит Татьяна Беркут. Татьяна. Татьяна, привет. С наступающим праздником. Кстати, всех милых дам с наступающим праздником. И блюзы в исполнении Андрея Беркута. Александр Медведский. С обратной стороны луны На цыпочках приходят сны. В твой дом открытый всем ветрам давно. Сама луна, попав в силки, Плененая петля реки, Вплывает, как в аквариум в окно, И склёвывает звёзды со стекла. И молится, чтоб ночь скорее прошла. С обратной стороны любви Мотив приходят сны твои, Ему фальцетом вторят сквозняки. Закрытый на басовый ключ, Он не затеялив и тягуч, Вливается в дыхание реки, И гладит рыб холодные тела, И молится, чтоб ночь скорее прошла. С обратной стороны мечты В тот дом, где тихо дремлешь ты, Я прихожу, чтоб сны твои беречь. Я знаю, что придёт рассвет И день, в котором места нет Для самых мимолетных наших встреч. Ничто, ничто не в силах нам помочь, И я молюсь, чтоб длилась эта ночь, И я молюсь, чтоб длилась эта ночь. Это, кстати, сначала это было стихотворение на форуме, А потом дописалась третья часть и получилась песня. А сейчас ещё один блюз Называется фиалковый. Девушки отдыхают. Матарики, фиол, скромный букетик И роз, и милия, они лишь подчеркивают измену И ее улыбка будет тебе ответ Что все хорошо, что она знает цель Которую платит, чтобы быть с тобой И скажет тебе тогда К твоим глазам идет голубой Погари ей одну неспешную руку Сделай завтра кусочек сыра на теплом хлебе И пускай за окном от тумана Надень рубашку цвета чистого нет Стань ее важной, будь ее больна Она скажет тебе тогда К твоим глазам идет голубое Мы встретились только восходов А теперь мы идем на закат Мы прожили столько разводов А теперь мы в руке на руках И если с тобой кто-то слышит тебя Ничего не страшно, напоминь И за рангой выросший после дождя Ты откроешь последний дверь Подари ей А тут и смен, и финаль Эту радость Одновременного вздоха И что ты говори, чтоб о вас не писали Ты знаешь, у вас ведь все было неплохо И увидишь небо кроется над тобой Она скажет тебе тогда Твоим глазам идет голубое Мы встретились только восходов А теперь мы идем на закат Мы прожили столько разводов А теперь мы в руке на руках И если с тобой кто-то слышит тебя Ничего не страшно, напоминь И за рангой выросший после дождя Ты откроешь последнюю дверь Ты откроешь последнюю дверь Агрессивный плюс Бабулькин? Будь когда такой легкий Старческий Это называется Бабулькин блюз Танцевать будем? Нам лучше этого не делать Я уже не понял Впервые мы решили внести элемент танца Но ничего не полученного Страшно Это что, блюз? Как это можно... Звучит дождь Ах, это ври Помню тебя, девчоная Как ты далеко могла Послать меня к черту Теперь тебя удерживают Брак и семья Да я к'ю куда послать Ведь черт, это я Ах это ври Оно своенравно Ты любишь фгать слева Я ненавижу спать справа И чтоб никому не пришлось уступать Мы покупаем круглую кровать Пусть время распадается на времена Во все времена есть только он и она Мы знаем, конечно, наше время конечное Но давай считать эту ночь за вечность А это время черно-белых экранов Когда нам все было по барабану Теперь у наших внуков похожие дни Давай с тобой попробуем быть как они Пусть время распадается на времена Во все времена есть только он и она Мы знаем, конечно, наше время конечное Но давай считать эту ночь за вечность Но время распадается на времена Бабуля, бабуля, давай Мы знаем, конечно, наше время конечное Но давай считать эту ночь за вечность Давай, бабуля, бабуля, давай, давай, бабуля, давай. Давай, давай. Следующая песня, я знаю, будет дедуля, давай. Неспешный блюз. Сегодня я не тороплюсь, Неблагодарен я судьбе За то, что в этот вечер блю Пою тихонечко тебе, За то, что день нас вместе свёт, И вечер нас не разлучил, За то, что Бог послал на стол Вино и сыр и две свечи. Сегодня я не тороплю, Минуты каждой дорожу, И в этот тихий нежный блюз Я всю любовь свою вложу, И звуки прорастут в словах, И это вовсе не игра, И будешь ты вполне права, Со мной оставшись до утра, Со мной оставшись до утра, Сегодня я не тороплю, С тобой греюсь у огня, И все неспешный этот блюз Тебе расскажет за меня, И будет музыка звучать, И до утра нам не усну, Все снова сможем мы начать, Как этот блюз Когда-нибудь Уй! Пока Андрей Ильич выбирает следующую песню, Я хочу выразить благодарность звукорежиссеру. Спасибо за хороший звук. Резко бывает, когда вот здесь стоишь, И сам как бы от этого балдее. Патолога на твою семью не будет Только не в патолог Мы можем что-то из медицинских спеть, но не в патолог Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аплодисменты Спасибо Спустилась в город Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо 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 Аплодисменты 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 Добавил DimaTorzok 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 Мы подстегнули шуточки отца. Я, пятилетний городской пижол, в отглаженном костюмчике матросском, столкнулся с псом, себя повыше ростом, и был облизан, смятый, поражен. Пока родные накрывали стол, мы потихоньку с псом пошли на речку, где нас и отыскали поздно вечером. И по заслугам старый лепестон, светила белым яблоком луна, я засыпал на пряном сеновале, и шкурой ощущал, что наставали прекрасные иные времена. Дом начинался с чистого листа, когда мой дед с японской возвращался. Под звуки нестареющего вальса с маньчжурских сопок в вятские леса. На мир сверкали лычки старшины в лучах недавно сдавшегося солнца, и шли в колоннах пленные японцы на стройке победившей их страны. Румяный от букетов тепловоз врывался в осень штыковым ударом. Встречай, читай, прощай, Харбин и Дальний, готовь к застолью мед, к поминкам лоск. Из-под пилотки чуп лихой торчал, летали пальцы, заставляя взломка. На все лады наркомовскую хромку победу воспевать и выть печаль. Так день за днем и за верстой верста страна бойцов встречала, как героев. И можно было вновь любить и строить жизнь, начиная с чистого листа. Телефон. Дом начинался с выхода во двор. Стол для разделки рыбы, лаковальня, левее рукомойник, умывальник. Чуть дальше грабли, косы и багор. Шел от кольца, дощатый тротуар, вдоль по забору удочки и сети, собачья будка, два велосипеда, гараж по совместительству амбар. На стенах ряд моторов подвесных, мопед, карпаты, мотоцикл, ява, пожалуй, хватит. Развернемся вправо. Курятник, улья, клетки для корольчих, овечьих хлев, выход в огород, вход на веранду, дровяной сарай. В пять лет мне этот двор казал сараем. Я включился в общий хоровод. Еще веселого входа телефон. Тяжелый, бакелитом, старинный. Покрытый толстым слоем паутины, поскольку вовсе не был подключен. Что телефон? Когда в лесном краю по вечерам мерцали тусклые лампы, пока кряхтящий дизелек динамка хрипел натужно песенку свою. В такой глуши и телефон. Смешно. А я не видел ничего смешного. Мне было жалко телефонный провод, бессмысленно свисавший за окном. Дед умер двадцать лет тому назад. На месте дома свалкали с промхоза. Цистерны, рельсы, катера, отходы, ржавеющих трелевочников ряд. Разбитые сгоревшие дворы, заброшенные нитью скоколейки. Все, что осталось, кажется нелепым, как телефонных проводов обрыв. Эпоха нас накрыла с головой. Втянула мутных дней водоворотом. И если я в барахтаюсь, так просто, чтобы обозначить, что еще живой. Схватившись за перо, как за весло, я к слову присоединяя слово, тяну через года. Проклятый провод. Надеюсь про себя, что хватит слов. Седьмое лето. Дочитан день до корки, как букварь. Закат оранжев, не сказать кровав. Свистит рябинник, набирая силу. По ягоде малины лезет клуб. Блестящий, как зеленое стекло, дюшес на лимонадовой бутылке. С причала у реки слышны гудки. Вернулся катер из краев таких, куда никак иначе не добраться. На лавке два соседа под хмельком вселенскую, выплакивая скорбь, Поют, как Люба с атаманом, братцы. А я лежу на крыше и смотрю. Как проплывает сверху лунный крюк, как небо на глазах меняет шкуру. Зажглась звезда в этой девице земель. В колодезной скрипучий журавель взлетает вверх ракетой с Байконура. Седьмое лето, лучшее из лет. Ведем личный путь, манистовый браслет, Где каждый день хранит в ладонях тайну. И завтра будет новая глава. Запишут в книгу новые слова. И я их непременно прочитаю. Такой еще кусочек песни о главном. Я большой уже и взрослый, этим летом в институт. Но на главные вопросы я ответов им найду. Дед лежит, ему хреново. Я могу его понять. Я взглянул бы на любого, кто бухал четыре дня. Я рассол таскаю в закусь и взвертелся, как дурак. Потому что есть диагноз. Триск и пуча буквы. Рак. Дохим коса, трижды скальпель, облучение, физо. Вот и все. И что тут скажешь, раз врачи сказали все. Отвернуть башку с посольской, Нацелить полстакана. И огурчик малосулены слезом сразу. Опа-мо. Расчехляй, миха, гармония. Выдыхая, ё-моё. Помнят пальцы, помнят, помнят. Не залечишь, не пропьешь. Песня жуткая и злая. Хриплый голос дребезжит. Рожакова Николая чехом взяли на ножи. Вот он вытащил бутылку. Вот он начал драться ей. И свели его в могилку. Аж четырнадцать ножей. Дед кричит. И сходит криком. Я могу его понять. Тихо, дед. Давай-ка тихо. Я в твоем. Не для меня. Я большой уже и взрослый. Выше роста. Мраза в два. Но ответ на вопросы не находит в голову. Пятый день. Горять в станице. Кисло пахнет табачьем. Дед все не угомонится. Будем живы, ё-моё. На реке зажегся Бакин. В небесах зажглась луна. Вонет во дворе собак. Точно подпевает. Ну и небольшой кусочек скинул оттуда же. Гимнастерки со споротыми погонами. Глюфы, пропавшие потом и гарью. Углежоги, сплавщики, платогоны. Лесорубы, плотники, кочегары. Бригадир в фуражке и кожане. Папироса в зубах, на бедре планшет. Это было в исчезнувшей из карт стране. В детстве. Которого больше нет. Были яркие запахи, звуки чистые. Запивали моторы с утра у реки. Кузнецы, электрики, трактористы. Пустухи, хлебопёки, бакинщики. И сверкали капли бензина радугой. Пах смолой, сосновой, солнечный свет. Вспоминай об этом теперь и радуйся. Было детство, которого больше нет. От железной дороги не пахнет шпалами. Больше нет криозутной пропитки шпал. И от прежней жизни осталось мало что. Выживают пластик, бетон, металл. Аудиторы, менеджеры, стилисты. Маркетологи, клерки, дизайнеры. Клумнисты, брокеры, программисты. Офис стайл и кожалых еды речи. Дружно пахнут мексом, кинзой, гучи. Или что там в этом сезоне на день. Да, конечно, лучше. Конечно, круче. Но в чужую. Совершенно в чужую страну. Так, я тут что-то намерил слишком много. Я думаю, сейчас просто вот... Это не оттуда, но раз пошла такая пьянка, то вот про деда, про дом, про речку Ветлугу, где прошло детство, я еще чуть-чуть зацеплю. Маленький простой тишок, кое-что про зашибись. А вы знаете, какое летом на речке редкостных зашибись? Ну, откуда вам знать о вашем прокуренном городе? Есть такая река Ветлуга. Я там с детства место себе застолбил. Благо, там и сейчас еще все недорого. Там рыбачил еще мой прадед, прибродей, усах, а пра-пра-пра ходил с кистенем по лесным дорогам, собирал пушнину. Это тогда называлось Есак. Ну, что-то вроде по доходному налогу. Там огромные дикие пляжи с чистейшим песком. Там закаты в полнеба и ночью огромные звезды. Ежевика, малина, смородина, черемуха, да, скулины. По утрам на лугах заливны хростные слезы. У вечерних костров стирлежья уха под музыку волн и горячий копченый судак час назад еще плавал. Прочие разные, щуку, плотво, меняем на смогу. Или на молоко парное в окрестной селой бабу. Воздух такой, что можно нарезать на куски и импортировать. Птицы его так и режут крыльями. И совершенно отсутствуют городские поводы для тоски. Можно на солнце жариться, рыбачить, купаться или просто сидеть на обрыве, смотреть на воду, думать за жизнь. Редкий самолет долетит до середины ветвы. Не то, что птицы. Знаете ли вы, какой на ветлуге летом редкостный зашибись? Вы не знаете этого зашибисья. И сейчас в качестве финала мне просто попросили. Он немножко связан с этим циклом, но далеко. У меня его с собой нет, поэтому... Родина Матерь. Когда на Волге в детстве я рыбачил. Мой дед однажды дал простой совет. Считай, мол, жизнь свою большой удачей. Пока страна не вспомнит сыновей. А я его тогда совсем не понял. И фраза показалась мне странная. То дед у вас, Германия, Япония, а нынче благодать и тишина. Мы бегали дворами, огородами. Войнушки, пистолеты, все дела. И нам мечталось даже, чтобы Родина куда-нибудь нас срочно позвала. Конечно, старших слушали в Булуха. Но как-то очень быстро подросли. Когда соседа нашего Андрюха из Кандагара в Цинке привезли. И мама на меня смотрела странно. И чувствовалась. Стала гречу. Но не обжег меня песок Афгана, поскольку я был маловат еще. Успел сполна искоресить по карте. И был такой, конечно, не один. Кто в устье Лены теплой кровью харкал. Ночной амор по льду переходил. Кто жарился на крымском побережье. На нескольких крышах голубей гонял. Когда ферганских турок стали резать, то вспомнил страной про меня. Ну и повезло. Жилой пришел обратно. Беда бедой, а все же не война. Но тут отчизна вспомнила про брата. Когда в Чечне оскалился война. В газетах нам твердили про победы. За нагородным приказом шел приказ. А я все чаще слышал голос деда. О том, что помнит Родина о нас. Да, но страны подобные не один я. Но трудно по ночам порой заснуть. А вдруг однажды вспомнит про сына. Уже 4 года, пацаны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тут Саша закончил тем, чем мы его попросили закончить. Точнее, я считаю, достойная получилась концерка. Вот, и я тогда вторую часть своего выступления начну тем, что меня не то чтобы попросили. Но так получилось, старое стихотворение я взяла сегодня за чем-то его с собой. И вдруг сейчас вот мы курили в перерыве. И тут один человек сказал мне, что оказывается, вот его любят и помнят. И я решила, ну, значит, так звезды встали, что я его таки прочитаю себе. Жестокий романс по мотивам Островского. Из прошлого, что было звездно-ярко, приехал разорившийся парадок. Лариса с женихом, как с обезьянкой, парадовой рада и не рада. Влюбленные толпятся, просто давятся. Приманка и красота, и голос певческий. Но замуж взят, девицу-беспреданницу, нет, это, господа, не потупеческие. Ах, если бы не врать себе, не врать бы. Ах, если бы не матушка с долгами. Харандаш их ужасен. Скоро свадьба. На шее закладные, словно камень. Держи ее, держи ее, Карандашев. Ей пальчики застывшие, отдышивай. Дари конфеты, камушки и ландыши. Не спрашивай ни нужнего и лишнего. Хотя пошито свадебное платье парадов ждет. Идут дурные толки. Хотя бы раз. Его поцеловать ей. А после можно в Волгу. Что ей? Волги, Тойоты, Мерседесы, Элендроверы, Канары, Пальмы, Море, Кипарисы. Карандашев не пей. Умрешь здоровеньким. И не кури. И застрели Лариса. Раз уж пошло по мотивам, То более позднее. Ну, а назвать это Натюрлих, Я думаю, в героях узнаете. Хоботов не одиноко. А синие кроны приобретают оттенки бордо и соломы. Так у покровских ворот, на бульварах, на бронны. Надо достойно прожить это время надлома. Польку морлыкать, В стихию ходить, В говорильне, И на прогулке по улицам, Мокрым и тихим. Надо терпеть. Маргарита и Салвы всесильные. Хоботов, Мне все равно, что ты знаешь про штихи. Салва, Песец по металлу, Надежность и трезвость, А Маргарита гранит И ученость, И воля. Хоботов, Лучше бы ты не давал себя резать. Все они врут, Ты ничем, кроме жизни, не болен. Хоботов, Мы безрассудны, Но нет, не настолько, Чтоб на железном коне Прорываться из круга. Только французская, Старая, Детская пулька Кружит нас, Кружит И лепит, как листья, Друг друг. Два стихотворения От мужского лица. Что-то принцесса Тоскует и мается, Ходит кругами по тронному залу. Дайте ей яблоко Лучшей румяности И замотайте ее в одеяло. Что-то сегодня принцессе Не можется, Как бы о том не проведали в прессе. Гляньте, Рисует цветочки И ружицы. Это классический признак депрессии. Думаю, повод для ссоры Не ищет ли? Вышла в платке, Как старушка в собесе. Смотрит и смотрит Такими глазищами, Словно принцья, И с ней нелюбезен. Чем она мучится? Верностью, Ревностью, Что-то сегодня с принцессой Случилось. Дайте ей чаю Повышенной крепости, Дайте ей Вредных картофельных чипсов, Что-нибудь дайте, Вина, Шоколада, Грелку к ногам И откашляй микстуру. Или давайте Я рядом с ней сяду И обниму Эту глупую дуру. Яблоко в руке. Ой, это линия ключиц И медленная кисть. Терпи, Терпению учись, Сейчас же отвлекись. Попробуй два часа подряд Смотреть на сад, На пчел, Не вспоминать Ее наряд И голое плечо, Не думать, Как же хороша, Ее не замечать, Не видеть, Как сползает шаль С покатого плеча, Не видеть жилки на виске, Забыть И все, И все. Но это яблоко в руке, Куда оно несет? Елена и Ева, Змей, Пари, Уже ни слов, Ни сил. Бери же яблоко, Бери, Не бойся, Акоси. Бахрома Встречал невестку, Тещу и куму, Кивал, Лицо сводило от улыбки, У скатерти он дербал бахрому, И делал вид, Что пьян, Не вяжет лыка, Из разговора часто выпадал, Плутал босой, Как в старости писатель, Все, впрочем, За столом. Куда, Куда, Куда уйдешь, Вернут назад усадь. А в детстве Запрещали трогать скатерть, Косички заплетать из бахромы. Он ел блины И знал, Тоска накатит, И вспоминал, Как он, Как я, Как мы, И становился Временно счастливым, И тост произносился, Не попав, Коньяк, Пах мокрым дубом, Черносливом, Весной, Вином, Отсутствием притрат. Еще о весне, Кажется, на фотографии, На фокс стиха, Во все горло называется. Как зима не грозится Возвращением, Войнами, Прилетают две птицы, Да с хвостами раздвоенными, Сядут где-нибудь с краю, Прежде сверху покружатся, И орать начинают О весне и супружестве. Это ласточки, Значит, Им положено ластиться, И стирать неудачи Желтым солнечным ластиком, Резво прыгать по проводу, Без страховки, Без лонжи, И гора уланить без повода, Словно стало тепло уже. Всюду пусто и голо, Стынут досочки шаткие, А они во все горло, Потому что глашатые. Я тут подсокращаюсь немножко. Сейчас. Ну, скажем, три. Еще три. Пойдем? Путеводитель. Эпидрог из Стругацких, Изулетки на склоне. Тоска по пониманию вдруг, Подумал перец. Вот чем я болен, Тоской по пониманию. Она бодрится с зеленым чаем, Не кальвадосом, Увы, не ромом. Она скучает давно, Отчаянно. Она боится зимы огромной. Ну что, рядите ее, судите. Она улитка, Она на склоне. Она читает путеводитель, Путеводитель по Барселоне. Считает улицы, Учит даты. Она читает без всякой цели. Ее мужчина сказал когда-то, Ну ты похожа на парк Гуэля. Она все помнит, Что он не скажет. Нет, не Кристина она, Не Вики. Она на склоне. Возможно, даже Она улитка на манжуике. Она так много уже узнала. Она заходит в район Мировали, Где бродят фрики и маргиналы, Пока их всех не арестовали. Она там где-нибудь ест паэлью, А после купит пломбир имбирный. Она похожа на парк Гуэля, Не зря ей это сказал любимый. Свистит ей вслед каталонский ветер, Листает жадно, Она страница. Она поедет туда, Поедет. Нескоро. Некуда торопиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РЫБКА Ты мечтаешь ее все-таки вытащить Из постылой благодати обманчивой От подружек, расставляющих выточки И до смерти обсуждающих мальчиков Из компании кукушек-кумушек Ты хотел бы ее вынуть, как камушек Из оправы, тусклым светом влекующей И прибрать ее сейчас же к рукам уже Всю как есть, прервав течение мерное долгих будней Чтобы вспыхнули вы лепите Ты забрал бы ее просто немедленно Из маршрутки, на которой вы едете Ты изъять ее хотел бы и вызволить Словно текст из поврежденного файлика Вот сейчас вы проезжаете изгородь И старинную суконную фабрику Это женщина из раньше невиданных Только смотрит и молчит, как разведчица Ты как рыбку бы Хотел ее выдернуть из сети Поймавших все человечество Из ВКонтакта, Одноклассников, Твиттера Что съедают доли времени львиные Из вот этого колючего свитера Из растянутой его горловины Как ребенок на украшенную елку Или кот на разливанную сметану Так он смотрит на меня Смешно и долго И однажды говорит Я не отстану И сейчас же, как о спорванной подушке Начинает падать снег и сразу тает Заявление такое не игрушки Он упрямый Он и вправду не отстанет Я не елка, я не дерево, живая Я не елка, не сметана и не кошка Он погонится со мною за трамваем Не отстанет и запрыгнет на подножку Потому что это то, что мы умеем Прыгуны в свои последние вагоны Укоротители заброшенных скамеек Закаленные в любое время года Что ж так холодно? Он движется сквозь ветер Караванные отыскивают тропы И приносит хризантемы на рассвете Говорит, они такие же растрелпы Мы в зябликовой вместе Не замерзнем Мы расплавимся от жара В теплом стане Он способен быть пугающе серьезным Он пристанет И, конечно, не отстанет И от этого Мурашечно и нежно И являются невиданные силы Хорошо, что я не стала бабой снежной Что ничто меня в нее не превратило Он бронирует билет В моем вагоне Мы едем на забытый полустанок Я попробую согреть его ладони И скажу ему Я тоже не отстану Ладно, хотела под финал Прочитаю Чтобы не так сентиментально было А было смешно Воздухоплавательное О, если мне не помешают То на исходе января Я прилечу к тебе на шаре Свободно в воздухе паря Я прилечу к тебе на шаре Я не хочу идти пешком Я прилечу в вишневой шаре И в шушуне, и с кушаком Поскольку знаю, что замерзну У нас холодно зимой Заплачут утренние звезды В зеленом небе надо мной Твердя, куда она на шаре Плывет, как рыба и в оси Такая девочка большая Могла бы право взять такси Но что нам звезды Что нам зимы Скосника падав сто порож Ты осторожно из корзины Меня как кошку извлечешь И шар взольется вверх С гондолой Смешно повисший на ремнях Ты скажешь мне Что ждал так долго Что волновался за меня Что снизу шар казался точкой Что ты давно следил за ним И меня с земли махал платочком Без монограммы носовой Вот только б воздуху хватило На этот длинный перелет Шар заполняет всю квартиру И утро завтрашнего ждет Спасибо вам А кто мне скажет Кто у нас читает следующее Ильяна Суренова встречает Построившись Кафе шли моста Зываешь ты туман Как будто пена С пивного настроения Пытаясь как-то отодвинуть стену Немого отчуждения Между мной и будущим Слепым и толстокожим Глядишь в недальновидное окно Где вымокшие лысины прохожие Блестят под париками фонарей И непонятно Что же ярче светит Ворчливость заразится С отверей Простуженно скрипит О прошлом лете И кашляет покинута столы Заставленные опустевшим прошлым И хочется достать из-под полы Припрятанные мысли о хорошем И разделить на всех Не утаив ни шоколадки Ни кусочка торта А листья впадают в замка И беззвучным заключительным аккордом Оркестры духовые облаков Прощаются зорницами до мая И летнее кафе Глядит с тоской на нас И ничего не понимает Машины в листопад Как леопард Охотятся за нами Как за парой Парнокопытных из засад Дождь Смывает все следы борьбы С постели пустынной улицы Сползает тело луны Сжимая перочинный нож Фонарного столба Кочует лужи стадами в облаках Туман на ужин Отлавливает тю, что пожирней Мир кажется враждебным Осень поздний И окон свет строчит на нас доносы И шлет зиме Чтобы поссорить с ней заранее Как будто со свекровью Которая мной вечно недовольна И терпит исключительно Пока мы не приходим к ней Чем ближе встреча Тем шаг короче И чернее вечер И холодней Застывшая рука Любовь Что за слово такое? Совсем не похоже на Эврика Я душу тебе не открою Ну хочешь, открою Америку Какие зимой тюльпаны Еще б заказала подснежники Ну хочешь, я звезды достану с небес И зажгу над орешником А чувства так просто обжечься Давай обойдемся без шалости Но как подарить тебе сердце Весь мир это ладо Пожалуйста Заснежила На цыпочки встававшая трава Еще с надеждой вглядывалась в солнце Все спрашивали Может обойдется? Еще качали на ветру права деревья Возмущая свой ущерб От листопада лунную полушку Еще бросалось небо Погремушкой мышастых звезд Которыми Кощей Спешил лобить туманный свой сундук И улица в одной ночной сорочке Выскакивала из дому И рощак прожекторов машин Так резал слух Что мысля ватик Вгрела окна Дверь Мечтала не расслышать ожидания Того, что неминуемо настанет Но не теперь А я уже молчала Ни о чем Укрывшись непроглядной ладонью Ждала Когда садясь на подоконник Ты скажешь мне Ни ангелы, ни черт Заснеживаю Все изменится Но измены не станет Нет Просто выйдут из моды платья Любовь до гроба Просто сносится обувь Сны потеряют цвет И в привычку войдет Все брать по чуть-чуть На пробу Обходить стороной мечты И не верить в рай Пусть не врут чудаки Что знают к нему дорогу Рай не крестик На карте вечности Он вчера Где нас нет И не будет больше Ведь мы не боги Чтоб родиться опять Бродить по воде надежд Ни о чем не просить И просто простить Не помнить Что изменится все Из мелочи Слов, одежд Ожиданий построить рай И все по-другому Дождь думается в том Что скоро он изменится И от одной лишь мысли Об этом холодеет На балкон выходит Над перилами на висну Вглядит безумцем На асфальт внизу Но падать не торопится Что если и снегом можно жить Вот унесут его ветра Вот высыплют над лесом Обрывками письма Припорошат влажащиеся В лужах от осминки Ведь главное останется душа Воспоминания вряд ли И бог с ними Так даже лучше Мало ли всего Дождю забыть хотелось бы И все же Боится от беспамятства Ногой вдруг ощутить Прикосновенье кожи Змеи с себя снимающие миры Не чувствуя пустынности И стужи Чтоб оставаться прежней Изнутри Меняясь раз за разом Лишь снаружи То ли снег с дождем То ли кофе без молока Говорили могло быть хуже Да? Я не спорю Мне хотелось всего лишь Спрыгнуть на облака С посидевшей по пахе горы Но случилось море Между мной и небом Схватило меня Кричит Что надумала сумасшедшая Брось сейчас же Провода дождевых потоков Переключи на другую программу Мысли о том Что даже У бескрылых бывает Время ложиться в дрейф На ветру Простужаясь до состояния Тея А потом Похватившись Прятаться в декабре Среди снежных Заносов Падала На колени Ну и последнее Море штормило Море штормило Шаталось по габакам На берегу Открывало ногами Двери Требовало Чтоб ему наливали Пока не напивалось Потом уходило На время Ставлями било Да так Чтоб било стекло Брызги осколков Летели в глаза Прохожим Море меня Ревновало Ко всем Стекло взгляды Что гладили Ставшую смуглой кожу Море боялось Что я ухожу К другим Чайкам К камням Волнорезом К кому не важно Чтобы другим Не ему Посвящать стихи Чтобы с другими Не с ним Измывать от жажды Сдрагивать Припадая К другим щекам Колким Щетилистым И как у моря В палом Чтобы ходить По барашковым облакам Глядя в глаза Снисходительно И устало Я бы ушла Если было кому А так Море штормило Вторую неделю Пляжи Были пустынные Казались пусты Пока Не заиграл Саксофон Джаз Хотя Не важно Что он играл Он вообще не играл Он жил Звуки Растягивал Парусом На бушприте Рвал ураганом Одежду Кружил И жил Вил чайком Гнезда Меня заставлял Родиться заново Освободиться От всех оков С первого встречного Всюриться До потери пульса И вздрагивать Прятку и увесков С ним выходя На взлохмоченный Ночью берег Стоило море Затихнуть Всего на миг Я бы забыла Что ездило Только море Черное Черное Точно в ночи Старик Негр Вдруг Затело И я Перестала Спорить С той Что Внутри Меня верила Нет Сильней Неразделенной Любви Счастлив Тот Несчастный Кто Позволяет Любить Себя Хоть и Не любит Взаимность Случается Но Не часто Пока Нас еще Не выгоняют Я Прямо Сразу Скажу Все Что Ждет Нас Люди Значит Сейчас Нас должна Была Петь Дара Но Дара Спела Все В один Прием И уехала Вот Вместо Дара Я Хочу Еще Раз Пригласить На Сцену Андрея Беркута Который На Этот Раз Выступит Не Как Барт Как Паре Коротко А Потом У нас Еще Лариса Устинова И Закончит Этот Вечер Карелия То Есть Екатерина Михайлов Катя Правильно Сказала Коротко Тут Многие Авторы Прекрасно Владеют Длинной Формой Изложения Тупой Поэмы Пишут Это Здорово Я Искренне Светло По-белому Завидую Этому Я Пишу Стихи Короткие В основном Титаник Не лови На слабости Минутной Чтоб Потом Об этом Не жалеть По квартирам Словно По каютам Разведет Нас Жизнь Круговерть Город Наш От пристани Отчалит По обоим Берегам Реки Все Свои Надежды И печали Для другого Лучше Сбереги Город Пароход Великой Тесен Как тесны Любые Корабли Средь Десятков Палук Тысяч Лестниц Мы с тобой Устретиться Смогли Поддаваться Слабости Не станем Пароход Уходит В темноту Золотыми Буквами Титаник Светится Название На борту Карамелька Освежая Дыхание Мятой Ты растаешь Как карамелька Непонятное Станет Понятным Все Что Жизненно Важно Мелким Только Это Мы будем Помнить Задавать Не станем Вопросы В тесном Мире Двух Смежных Комнат Жизнь Разделим На До И После Я Вот так Выходил Из боя Каждый раз Кого-то Теряя Ты Моложе Почти Что Вливое И Тебе Я не доверяю Треть Последний Или Четверть Но уж Не половину Точно Аритмия Может Чертим На Грудину Зубами Точет Вду Ласков И Добр С тобою Ничего В душе Не Заначу Ты Прости Но Своей Вдовую Ни за Что Тебя Не назначу Все Поняв Попрощавшись Мельком Не оставив Брелок С ключами Ты Растаешь Как Карамелька Запрещенная Мне Врачами Стать Ангелом По росту По возрасту И форме Крыл Я подошел Почти случайно И поздравлял Меня начальник Святой Архангел Гаврию Быть Ангелом Твоим Сложнее Ты За день Сотню Раз Успеешь По грани Бытия Пройтись А ночи Дней Немногим Лучше И мне Не выпадает Случай Для передышки Вознестись Беречь Тебя Довольно Сложно И разузнал Я осторожно Кто был С тобою Для меня И оказалось Что ж прошедшее Тебя берег Лишь сумасшедший Бескрылый Смертный Ангел Я Герань Я не буду В горшках Выращивать Коноплю Сигареты Крутить Вдыхать Ароматный Дым Я еще Немного Характер Твой Потерплю И уеду Куда-нибудь Например На дым Ну а может Напротив В Африку Лечу В кратер В гору Где злая Муха ЦЦ И укушенный Ею Сразу Лишусь Всех Чувств Буду Спать Солбкой Блаженной На лице Не пойду К метро В московскую Стылу Рань Чтобы ехать В офис Как делаю Много лет Так зачем Ты сушишь И куришь Свою Герань Не взлетай Я уже Бегу Покупать Билет Вольная Борьба Двое На ринге Две Половинки Сердце Женское Мужское Двое Спину лопатками Припечатывая К ковру Ты все врешь И я вру Ложь Свистком Обрели Ничью Так почему Я опять ворчу Нет проигравших Только двое Упавших Не утративших Чувств Нам бы смириться Пойти на бартер Но судья Опять переводит Нас в партер Так может Длиться года Пока Не затучить По ковру Чья-то рука И последнее Нечто В нас С тобой Созревает Нечто В городской Загрузившись Транспорт Мы закупорены Навечно Пробки Снова Нас держат В Трансе И пускай Нам завидует Прага Мы затмим Ее пивоварни Это в нас Созревает Брага Не исполнившихся Желаний Нам не третий Весь город Лишний Мы такое В себе Создали Нам отчасти Срывает Крышу Мы срываем Крыши Созданий И увидев Чистое небо Удивленно Заметят люди Снова крышу Снесло Наверное Кто-то Где-то Кого-то Любит Спасибо Тоже Постараюсь Покороче Потому что Знаешь Что Катя Катя сама Виновата Она просилась Наконец Вот И попала Импрессионизм Увидела сегодня За окном Импрессию Великого Матисса Смутил Меня фавизм И красный Тон Танцующих Людей В осенних Листьях А завтра Впечатленное Мане Увижу Из отдельных Ярких Пятен Прозрачный Воздух Завтрак На траве И женщину В зеленом Мятном Платье На свой Восторг Услышала Слова От Сибарита В мягком Синем Кресле В моем окне Танцовщицы Дега Ты приходи Посмотрим Это вместе У нас На форуме Есть такая Замечательная Игра Картина Маслом Борис Вот Сидит Рядом Борис Возвращайся Пожалуйста Я Сейчас Буду читать Стихи Именно Написанные Мои Стихотворные Ассоциации На Картины Первое На Картину Ивана Крамского Христос В пустыне Называется Разговор Камня Спутника Поговори Со мной О тишине Не сплю Штормит Песчаный Океан Перебирает Ветер Пыль Вмошная Луна Пересекла Меридиан Моей пустыни И не меркнет Цвет Не говорят У камня Нет души И сердце Не болит И горя Нет И камень Никогда Не согрешит Но я не просто Камень Я другой Я слышу Голоса Нашедших Путь Поговори Пожалуйста Со мной Мне все равно Сегодня Не уснуть На картину Константина Коровина Париж Потерянный Друг Мой Давно В облаках Париж Любуюсь На крыше Берлинов Паршав И праг Заплаканный Город И грустный Ненаш Париж Подставил Ладони И дождик Забрызгал Мрак Ты сверху Увидишь Пошире Раскрой Окно Париж Как Париж Горожане Спешат Домой Таких Городов На планете Полным Полно Да только Не будешь В Парижах Ты жить Со мной Была Замечательная Игра У нас На картины Галины Ким Это подруга Маши Маховой Гаданина Кофейной Гуща Горячий Кофе Ночная Тайна И вкус Бессонницы И полыни И звезды Сахарные Застыли Упал На блюдце Кусочек Лайма Сижу Гадаю Не зная Правил И знаков Горького Алфавита А где-то Дверь для меня Открыта И кто-то В кофе Любви Добавил На картину Томаша Синтовский Письмо Из Нескучного Сада Я напишу тебе письмо А ты прочтешь И мне поверишь Что я ушла В Нескучный Сад И там Играю На свирели Мне подпевают Как аду И разговаривают Ели Не тонет Мяч Фонтане Шелли Не отвечай Мне Я не жду В зеленом доме Скоро танцы И деревянные друзья В своем Причудливом Убранстве Захороводят С ветром Так Что все Проснемся В новом царстве Споют Бомбини Интальянцы Я напишу тебе Письмо Затем Сожгу И угли Строчек Пока рука Удержит боль Добавлю В печь Вчерашней ночи Гори Гори Согри Мой сад Он спать Без нас С тобой Не хочет И что-то Тихо Нам Бормочет На картину Павла Рощина Мельница Времени Тоже Мельница Крошила Время Как капусту Ломала Вечность Как пружину И ветру Голову Вскружила До сознания До хруста Скрипела Громко И фальшиво На радость Старым Шестеренкам И вспоминала Как девчонкой Играла В куклы С грустным Шивой Была стихиям Неподвластна Чертила крыльями Окружность Пока не стала Молин ружной Смешной Кокетливой И красной На картину Пабло Пикассо Женщина Со скрещенными Руками Кто помнит Синий Темно-синий Фон И женщина Тоже в синих Тонах Сидит Грустная Все Настоящее Длится Несчитанные Минуты Кто их Считает От счастья Срываясь Пропасть Ангел Стревожен Звонит И звонит Кому-то Но абонент Недоступен На небе И это не новость Хочется Вырвать из жизни Потрепанную страницу Чтобы плохое Не помнилось Было светлее И проще Ангел смеется Он знает Что прошлому Не измениться Сцепит Колючий снег На обнаженную площадь Хмурая Синяя тень Поселилась Внутри И снаружи Рвется И сердце Словами В темнице Невыносимо Но Не сломаешь Темницу Прошедшего Не разрушив И не покажешь Ушедшим Что синяя Тоже Красива На картину Дмитрия Бухрова Когда мы вернемся С войны Когда мы вернемся С чужой войны Мы будем другими Среди других Мы будем кукушек Кормить с руки Мы будем Всю жизнь Одни Деревья давно Из тайги ушли И солнце Блуждает Среди болот Не падает Манда Который год Скопились На смерть Грошей Свинцовое небо Отдаст Свинец Для тех Кто станцует Найн Свой драй Прошу Забиви В постоянный рай Я умер Давно Отец На картину Мне она почему-то нравится Виктория Кирдии Вороны Называется Про рыжую ворону Среди других ворон Я птица Певчая Влюбляюсь в соловьев И улетаю Финал истории Гнездо И птенчики И возмущение Вороньей стаи И пусть Среди ворон Я буду рыжей Растрепанной И глупой Фантазеркой Сумевшей В повседневных Войнах Выжить И находить Пророщенные Зерна А если Не захочется Я прыгну Все перья Рыжие Отдам На память Осени Люблюсь Допустим Золотую рыбу И улечу С тонцами И лососями Всем спасибо Я поняла Что стихи Надо учить Наизусть Попустим 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 Пусть пока будет. Мне тут надавали разных штук, чтобы я могла читать стихи, которые я не хочу читать. Замечательные решения, по-моему. Вот, например, стихи для Бориса. Для тех, кто любит зоологию. Кто сказал, не летают пингвины? Может, сами пингвины повинны? В том, что люди не верят, не верят. В их полеты чудные мгновения. Ведь пингвин очень гордая птица. Ох, не просто пингвином родиться. В ледяных антарктических глыбах. Под водой вылавливать рыбок. Нет, природа на них не в обиде. Ведь когда мы не видим, не видим. Весь пингвин собирается в стаи. И летает, летает, летает. И сплетается крыло руками. И планирует над облаками. И земного не ведает гнета. Наслаждаясь свободным полетом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вернитесь, вернитесь. А я пока прочту что-нибудь свое такое, которое мое. Хочешь делить с ней победы и поражения? Значит, узлом завяжись, тренируй волю. Амулеты мои снимая с его шеи. Чувствую их тяжесть приятную, тонкое жжение. Помни, что где бы вы ни были, вас не двое. Полюби ее, чтобы соседи стучали, и шкалил счетчик. Отнеси на площадь любовь свою развесистую, как знамя. Мой он мой. Повторяй это чаще, артикулируй четче. Только в каждом его поцелуе десяток моих пощечин. В каждой случайной фразе десяток моих признаний. Не смотри, не вари на меня, для меня отворотных зелий. Со стволами не стой до рассвета, не жди вора. Встань с ним пеплом, упади в землю, Прирасти семенем, расцвети, принеси плоды, Подели со всеми, и тогда у нас, может, и будет тема для разговора. Так бывает. Смотришь, и хочется подойти. И коснуться рукой руки, а потом лица. Приложить ему палец к губам, чтобы он затих. За собой увести в какой-нибудь тайный сад. Оплести лозой, на груди его замереть. Уложить ладонь на бронзовое плечо. И сказать такое, чтобы было о чем жалеть. И все сделать, чтобы было жалеть о чем. Чтобы было потом никому ничего не жаль. Чтобы новая линия нам на ладонь легла. Осмотрю на тебя, и хочется убежать. Позабыть свое имя, выкинуть зеркала. Замолчать, оборвав все связи и провода. И с обритой башкой до самых последних дней. Пинцевать на широкой площади, вот там-там. В одеянии странном, в незнакомой стране. Осенью кончилось лето. В ночь убернулся день. Землю накрыли невиданная холода. Двое волков морских плывут в ледяной воде. И огибают огромные глыбы льда. Первый волк тренирует переворот. Ловит второй течение подводных глубинный ритм. Волк помоложе смотрит друг к другому в рот, Ежели волк постарше заговорит. Если устанет один, другой его плавником. Щупальцем, лапой, хоботом ли, хвостом. Что там вообще бывает у этих морских волков? Нежно поддержит над глубиной морской. Волки плывут, ох, каждый из них не сыт. Каждый истерзан, каждый любим погроб. Шкура одна под водой мерцает, как антрацит. В шкуре второй пробивается серебро. Слушай, на случай магнитной бури или грозы, Или переезда чего-нибудь на Ямал, А давай придумаем новый, другой язык, Чтоб никто нас не понимал. Чтоб наши знаки ни электричеством, ни огнем не брало, Чтоб любой шифровальщик зашел в тупик. Чтоб мы в полный голос могли говорить на нем В самый час пик. Чтоб мы, как киты со своей собственной чистотой, Слышать чистый голос друг друга, Ловя за волной волну. На своих маршрутах об этом или о том говорили. Давай, жену. Я не зря же в такой нечеловеческий карачун С проводами вожусь, С защитный костюм, плоскогубцы, грязь. Я же тут не кручу-верчу, запутать хочу. Я пытаюсь наладить связь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, так. Так сквалось, что... В этот раз я читаю... Что-то такое новое. В прошлый раз читала что-то старое. Я там нашел этот текст, нет? Ой, вас, брат, я надеюсь, не понадобится. Парфюмерия. Ты носишь запах осенних листьев, Так пахнут зыбкие миражи. Какой алхимик и черный мистик Его отворил для себя, скажи. Я как больная хожу по краю, И не ругаю, и не броню, А просто-напросто умираю По сто четырнадцать раз на дню. Тебе, наверное, нужна охрана, Но ты не знаешь и крепко спишь. Я говорю тебе рано, рано, Все чинно, мирно, все глаз да тише. Я говорю тебе, верю, верю, Я говорю тебе, верь мне, верь. Тебя выслеживаю, как зверя, Тебя выслеживаю, как зверь. Все будет трогательно внезапно, И стыд и совесть даны в ути. Я слишком помню твой тонкий запах, Чтобы позволить тебе уйти. Пройди же мимо, меня минуя, Пройди беспечно и налегке, И я пойду за тобою грянуем, Сжимая нежность на шоу руке. Там, где сошлись деревья в лесную секту, В чаще глухое, где есть чего опасаться, Встретить нетрудно железного дровосека, Если вы там сумеете оказаться. Там, где ни ветра, ни васильков, ни маков, Где человеку жить никакого проку, Циник холодный, рубящий правду матку, В чаще глухое пробивает себе дорогу. Даже медведи его стороной обходят, Слыша сквозь чащу кровь леденящий скрежет. Если идет охота, конец охоте, Каждому ясно, такое без ножа зарежет. Вот и идет он лесом, кусок жереза, Взглядом от него валя вековые сосны, Добрый десяток верных холодных лезвий В ранний полуденный час отражают солнце. А по утрам растворяется без остатка, Сон вспоминаем, если проснуться рано, Та, что глядит и глядит на него без страха, Не опасаясь приподнимать забраво. Так и идет весь дрожа от птичьего метца, Будто бы в уши вонзаемые рапиры. Просто он весь целиком состоит из сердца. Просто он слишком живой для этого мира. Ну да, вариантов судеб у нас навалом. Что-то у меня стихи кончаются, А вот времени еще как? У меня еще 12 началось. А, уже, ну понятно это. Ну, после 12 все превратится в тыкву, А пока еще можно, да? Ну да, вариантов судеб у нас навалом. Она могла быть женщиной-карнавалом, То в танец бросаться, то поступчика нечинно, Скрываясь за разными масками и мужчинами. Сражая мир красотой, не берущей пленных, Она могла быть женщиной-габелином, Бросать из журналов глянцевых, будто с трона, Нездешние взгляды, смотри на меня, метро-мол. Она могла быть женщиной-мелодрамой, С причудливой и прекрасной душевной раной, Которой каждому радостно приложиться. Словесные вальсы, словесные джиу-джитсу. Но осень пришла, и хлынула горлом осенью. И все, что ей нужно, Выдарится трижды озень, И молнией в лес метнуться, Где каждой ночью он верности учит, Бессонной, горячей, волчьей. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, у меня наступил конец. Или молнии? А, нет, еще не совсем, нет. То есть есть еще какие-то середины неизведанные. Это приятно. Но, говорит, Пока я живой, не помер, Не забывай мой адрес, Храни мой номер. Не плюй в колодец, Не рви, не зубная нить. Вдруг тебе захочется позвонить. Мало ли происходит в мире чудес. Вдруг ты будешь ехать в багажнике В Химкинский лес. Будешь связана плохо, Сумеешь достать телефон. Скажешь себе, Ах, почему бы не он? Девочка, даже не думай стерять мой номер. Вдруг ты будешь в дурдоме. Или в детдоме. Ладно, хочешь валить, Так уже вали. Если надо, достану из-под земли. Дорогой мечтатель, Иди ты к черту. Я к тебе не приду, Ни живой, ни мертвый. Я твою заботу видела где-то, Скорее всего, в граву. Тоже мне спасателем и любу. Звонок заливается. Протирает глаза, Взевает. Беглый взгляд, Аптечка на месте. Идет, открывает. Два ножевых, По-видимому, свои. Непонятно, как на ногах стоит. Ровно полдень, Льется из окон покой, И звон колоколен. Улыбается криво, Видали, и не такое. Что мы скуксились? Подумаешь, новый шрам. Ну, заходи, Раз пришла. Я думаю, что еще одна маленькая. Маленькая. Его бы найти еще эта маленькая. Ладно, будет не очень маленькая. Нормально. Он пришел за тобой, Кто ты, кто ты есть? Чтобы ты не пряталась по углам, Чтобы в сердце кинжалом Вошла весна И засела по самую рукояти. А зачем ему это? Кто может знать? Он пришел. Сумеешь ли устоять? Он посмотрит Из-под прикрытых век, Улыбнется. Вот, мол, моя рука. Ты куда-то полезешь за ним наверх, По звенящим лестницам, В облака. Рядом с ним задача твоя проста, Рядом с ним открываются все пути. Скажет, прыгай, Прыгнешь за ним с моста, Но он так в тебя верит, Что ты следишь. Спасибо. А что еще крошечное? Крошечное? Ой. Это как-то очень мажорно. Вот, брали. Палеонтология для самых маленьких. Ну да, зоология, палеонтология. Что может быть лучше? Его зовут Ихтиоптер. Вот так зовут его. Он может плавать и летать, И больше ничего. Плывет домой, летит домой, Как весел он и лих. Кричит, вопит, Ну где ты мой, Где ты мой, Тероинт? Спасибо. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Нам было очень приятно. Мне кажется, что Первый блин не помен. Вроде как собрались. Все получилось. Первый блин очень вкусный. Спасибо. Ну, да, это может как-то... Ну, потому что мы дорвали. В следующий раз сделаем бакаронку. Вот ты понимаешь теперь. Я буду этим пользоваться.